В Денском районе школьники начали изучать, как ездить на машинах без водителей. И это теперь часть урока будущего. Его еще называют уроком цифры, поскольку, понятное дело, теперь все в гаджетах, в мобильных устройствах. И именно сейчас идет всероссийская образовательная акция по транспорту, которую поддержал и Краснодарский край. О том, как в школу не приезжать, а возможно уже прилетать, скоро будут. Людмила Юдин расскажет подробнее. С каждым разом все улучшается и улучшается. Транспорт, мы все движемся вперед и вперед. И как вы думаете, тема нашего урока немножко с чем связана будет? С транспортом правильно. Транспорт улучшился настолько, что почти вытеснил человека. По всему миру уже давно почту доставляют дроны. На автострадах колесят беспилотные грузовики. На следующий год в Сколково запланирован запуск автобусов «Матрешка», оснащенных специальным управлением. Теперь машина может управлять собой самостоятельно, без живого водителя. И как происходит этот процесс, рассказывают детям уже со школьной скамьи. Я узнала, что существует беспилотный транспорт. Он комфортный, безопасный. Возможно, в будущем я также смогу на нем ездить. Сейчас он ездит, а завтра, возможно, будет летать. За цифровыми технологиями стоит будущее. Этот цифровой урок призван рассказать школьникам, на чем основано зрение беспилотного автомобиля. Специальные приборы, лидары, радары, видеокамеры позволяют делать движение безопасным, с соблюдением всех правил. В уроке цифры есть несколько тренажеров для учеников разного возраста. Темы не привязаны к какому-то особому предмету. Это междисциплинарный урок, который позволяет и детям, и взрослым. Что важно, что данный урок могут смотреть и взрослые, и родители, и дети, и учителя. Как пользоваться всей этой умной техникой, своими разработками делятся специалисты крупной IT-компании. Технологии стали неотъемлемой частью жизни. Очень сильно помогают цифровые технологии вообще в любых сферах деятельности. Например, когда была эпидемия коронавируса, нашу школу закрывали на карантин, и мы учились дистанционно. Очень сильно помогали такие сайты, как Рэш, Е-класс. Программа Zoom очень хорошо выручала, чтобы конференции были. Учеба. Мы учимся в школе на ноутбуках. Также многие хобби связаны с техникой. Например, мой день начинается... Я встаю и сразу смотрю социальные сети. После этой школы я или читаю электронные книжки, или смотрю фильмы, сериалы. Все относится к цифровым технологиям. В этом суть очередного урока цифры в 2021 году. Это всероссийская акция, которая проходит и на Кубани. Серию дополнительных занятий по программированию разработали ведущие российские IT-компании при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Чащееся могут осознать, какие технологии будущие нам пригодятся. Потому что в перспективе, мы же понимаем, если у нас будет внедряться беспилотный транспорт, следовательно, скорее всего, профессии, такие как водитель, механик, все, что с ними связано, скорее всего, отойдут в прошлое. И появится новая технология. Это, прежде всего, программисты нам понадобятся, которые будут сопровождать этот процесс. Навигаторы, ну и другие специальности. Компьютеры упрощают работу в техническом плане. Позволяют развить у детей навыки зрительного восприятия. Все это вкупе сокращает время на выполнение заданий, а значит, у педагогов появляются возможности дать детям больше информации. Одним словом, переход на цифру – это большой плюс. Для всех. Людмила Юдина, Сергей Целиков, Дмитрий Забелин, Кубань-24, Станица Динская.